Всем привет, друзья! Вы давно писали, давай сними обзор вот на Данька, химик он или не химик. И сегодня мы попробуем сделать обзор и, естественно, докажем вам какое-то, ну, мнение, да, химик он или не химик, вы узнаете в конце. Полетели. Ну а что, Данек, скажи свой вес, рост, возраст, где занимаешься и вообще сколько занимаешься? Мой рост составляет около 180 сантиметров. Вес мой колеблется от 70 до 71 килограмма. Занимаюсь я в районе 4 лет, 3 года я занимался в зале исключительно с дополнительным весом и один год я занимаюсь со своим и с дополнительным тоже. Кто это вообще по типу телосложения? Хорошо ли набираешь жир, хорошо ли набираешь вообще мышцы? Массу я набираю неплохо, но набираю ее с жиром, у меня не получается идеально ее набрать. Вот, не знаю, мезоморфия или нет, так как, допустим, верх тела даже без тренировок у меня был достаточно заплывчатый, а вот низ у меня был какой-то очень худой, то есть мышцы там вообще и жир вообще не наращивался. А вот скажи, как ты скидываешь быстро массу или нет? То есть, что тебе для этого нужно сделать, чтобы скинуть массу? Чтобы скинуть массу, мне нужно прекратить тренировки. Прекратить тренировки? А если просто питаться нормально и как бы тренироваться? А я не скину ее. Не скинешь? Серьезно? Нет. Как так? Не, ну смотри, если диету нормально сделать там белковую диету и тренироваться. Я не скидываю, я тебе говорю. Нифига себе. Я думаю, у меня смесь мезоморфа и еще кого-то, потому что реально ноги у меня какие-то худые. Но ты их не качаешь, потому что. Ну да. А вообще, какими ты порциями как часто кушаешь в день? Ем я в районе 4 раза примерно. Да. То есть порции у меня не совсем большие, такие средние. Средние, да? Как для подростка, да. Также стараюсь ничего не есть вредного, то есть никакой жирной пищи, не пью никакие газировки. Максимум, что я себе позволяю, это кофе и воду. То есть ты ничего вредного не ешь, но все равно массу набираешь? Да. Пипец. Мне бы так жить. Как часто вообще тренируешься? Вот в неделю сколько раз, по сколько часов за тренировку? Да, вот это, наверное, самое главное. И в принципе, да. Тренируюсь я практически каждый день. То есть я максимум даю себе раз в неделю отдых. То есть 6 раз в неделю тренируешься, а один день отдыхаешь? Да. Воскресенье, да, наверное, или как? Тренировка у меня примерно занимает 2-2,5 часа, даже может быть и 3. Мне втирали люди, что 3 часа для эндоморфа это типа много очень. А я не эндоморф. Ну вот, он не заморф и тренируется почти 3 часа в день, блин, представьте. А эндоморф это человек, который раза в 3 больше его и по жировой массе, и по мышечной. И эндоморф не сможет просушиться, если будет заниматься малым. Какие тренировки вообще выполняешь? Однообразные они, либо какие-то разные? То есть каждый день, вот скажи, какие у тебя тренировки. У меня тренировки вот в последнее время стали вообще разными, так как мой прогресс стал немножко падать, и я стал что-то менять, чтобы немного шокировать свои мышцы. То есть, допустим, в понедельник я треню на выносливость, и вторник я треню уже программу с весом. То есть не с маленьким, а реально большим весом, то есть там на 30 килограмм доходит. А ты кардио вообще делаешь? Кардио я практически не делаю, а делаю только тогда, если я вижу, что вообще заплылся, то есть нет вообще религии. Ну вот да, если заплываешь, стоило бы делать кардио. Да. Знаешь ли ты вообще какие-то названия запрещенных препаратов? Да, знаю. Ну какие, например, скажи? Синтол. Синтол это не стероид. Ну это все же для объема. Ну да, но какие-то вот именно такие препараты, которые увеличивают мышечную массу, либо сушат тебя. Ну это надо вспомнить. То есть ты не знаешь, да? То есть я эту тему читал, да, но чтобы прям углубляться туда, нет, такого не было. Короче, первое доказательство того, что он не химичит, он не знает ни одного препарата стероидного, кроме синтола. Кстати, хотел бы нахимичиться и улучшить свои показатели? Думал об этом вообще? Вообще, в принципе, мысли были, но нет. А почему ты не хочешь именно? Я все же приверженец того, что нужно добиваться своими силами каких-либо результатов. Ну а почему ты не хотел захимичиться и делать там не 20 выходов, а 40? Ну, допустим, если так посмотреть, то химия очень вредит на ваш организм. Ну чем оно вредит? Вы станете импотентами. Импотентами? Наоборот, от химии у тебя стояк дикий. А, да. Да. Это просто мнение окружающих. Еще раз доказывает, что он совсем не знает ничего про химию. Ну а теперь интересно вот узнать, какие у тебя силовые показатели в спорте, чего ты добился вообще, сколько жмешь, сколько подтягиваешься, сколько выходов делаешь, сколько на одной руке подтягиваешься и так далее. Вот интересно людям будет знать это. В жиме лежа у меня 100 килограмм на один раз. То есть неплохо, в 15 лет 100 килограмм, это вообще нормально. 100 килограмм на один раз, 90 на два раза, что-то там. Сколько выходов делаешь? Выходов у меня 20. Рекорд, да? Это не рекорд, на днях я пробовал, у меня получилось 23, 24 выхода грязные. А, грязные. Не все прям, то есть у меня 18 чистыми, остальные грязные. Идеально чистых 18? Да, 18. Блин, это очень круто. На одной руке сколько подтягиваешься? На одной руке у меня результат на днях был 4 раза. Блин, это круто. У тебя видос есть, да? Да, у меня есть. Отлично. Подтягиваюсь я достаточно мало. Не знаю почему, так как когда я только начинал заниматься на турниках, у меня показатели были достаточно высокие в подтягиваниях. Я подтягивался в районе 38 раз. Но у меня нет этого видео, так как я не записывал эти видео, как я там подтягиваюсь и так далее. Ну, без доказательств тебе никто не поверит. Да, мне никто не поверит, ну, так скажем. Вот, но самое странное, да, что ты делаешь 23 выхода и подтягиваешься раз 25, да, на максимум? Да. То есть, вообще, очень удивительный результат, очень такой факт интересный. А ты знаешь, где у нас вообще в Эстонии можно купить какие-то запрещенные препараты? Я думаю, в Эстонии нигде нельзя купить, я думаю, заказывают где-нибудь. Ты думаешь, откуда-то привозят не из Эстонии? Возможно. А как привезут через границу запрещенные препараты? Ну, точно не могу сказать как, но, видимо, как-то привозят. Короче, он вообще глупый в этих запрещенных препаратах, он их точно, пацаны, не употребляет. Потому что у нас в Эстонии можно заказать, но их даже тут где-то производят, но они как-то там по каким-то путям заказываются через каких-то качков и так далее. Кстати, ты зарабатываешь вообще бабки, работаешь где-нибудь? Ну, так, иногда подзарабатывают. Ну, сколько у тебя месяц доход примерно? Максимум, там, не знаю, евро 40-50. 40 евро, представьте, ну, какие там запрещенные препараты на 40 евро, это вообще. Какой-нибудь нормальный препарат стоит, наверное, евро в 150, у нас это гораздо дороже, чем в России. Блин, подросток, который не работает, который учится в школе, который на турниках зависает постоянно, вряд ли может себе позволить такие дорогие препараты. Ну, вот сейчас, ребята, вы на экране можете видеть форму Данька, он тут немножко сейчас поподтягивался, и у него немножко напампилась спина, так банки напампились. Но, в принципе, даже мы видим по вот этому видео, что, как бы, Данек не имеет огромных вот таких налитых мышц, как у химозных вот качков, да, там. Да, то есть у меня нет четко выражающихся мышц, да. У них огромные, там, плечи у качков, не знаю, грудак налитый просто нереально. Ну, Данек обычный человек, для спортсмена он вполне натурального спортсмена, вполне нормально выглядит. Но для 15 лет ты, конечно, выглядишь, братан, как машина. Ну, да. В принципе, за 4 года такого результата можно добиться, но он, блин, он не выдающийся, то есть у него там форма не как, например, у Кофтун, либо у кого-нибудь там у Дэйвда Лейда и так далее. У него обычная нормальная форма, подкачанный парень, никакой не сухой, то есть у него там пресс прям не выделяется, вены нигде не видны. Стандартная форма для спортсмена. Интересный, я думаю, вопрос для людей будет, сколько сантиметров банка у тебя? Бицепс у меня в объеме 38,5 сантиметров. Нифига себе, блин, для 15 лет 38,5. Как ты такой нарастил-то? У тебя генетика или что? Сказал бы да, генетика. А ты его вообще качаешь? Да. Качаешь часто? Ну, сейчас качаю через день. А какие упражнения ты делаешь вообще, чтобы бицепс нарастить? С гантелями. С гантелями. Отличный. Давай по приколу сравним, у кого больше банка. У меня где-то 39 сантиметров. То есть, не знаю, вот на камере, наверное, видно будет. Но 38,5 у него, блин, практически как у меня. Это очень круто. Поэтому поздравляю. Ну, на самом деле, ребят, такая тема есть, что вот доходишь до какого-то определенного пика по телосложению, ты накачался и дальше у тебя не будет переть. Очень маленькими шагами. И поэтому многие забивают на тураху, качатся. Да, да. Но многие, знаешь, думают, типа, что как бы в 15 лет он большой, а в 25 он огромным станет, как Шварц. Но такого не будет тупо, потому что есть пик. Пик, до которого человек доходит, и все, и дальше он не пойдет. Так, друзья, спасибо большое за внимание. Я думаю, вы поняли, что Данек не химик, потому что он вообще не знает ничего о химии. Потому что я пытался какими-то заковыристыми путями вывести его на то, чтобы он рассказал что-то о химии. Я знаю только те препараты, как бы, не препараты, а... Да ты синтол только знаешь, это не химия, это фигня, это масло. Не синтол, я знаю, да, это не химия, я знаю там, бытся, креатин, партий. Да это, блин, спортпит, это не химия. Короче, он вообще не рубит ничего в химии. Он там, наверное, что-то читал, но он даже не запомнил название. То есть, он 100% не химичит, и по форме у него тоже не видно, что он химичит. И силовые-то не особо-то и большие. То есть, для такой формы вполне нормально. Ну, сотку ты жмешь, ты крут. Да. То есть, для 70 килограмм это прям результат для натурала очень крутой. Вот если бы ты жал 130, я похерел и сказал бы, что ты химик 100%. Поэтому, если ты будешь жать 130, мы еще снимем новое видео. Спасибо, друзья, большое за внимание. Подписывайтесь на канал и на наши, ставьте лайк. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok